Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Климат-контроль». Олег Пек в студии. Евгений Копиин нам помогает со звукорежиссёрским пультом. И с нами на прямой связи журналист, пишущий о науке, учёный Константин Рангс. Добрый день, Константин. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Заявляет, что, господи, неужели так сложно ответить на вопрос «да» или «нет»? На что Карлсон говорит, вот задаёт ей вопрос «ты перестала пить коньяк по утрам?» И она понимает, что на этот вопрос, если она не пила никогда коньяк, ответить или «да» или «нет» невозможно. Точно так же часто мы требуем от учёных, требуем от политиков каких-то единодушных, ну не то чтобы единодушных, каких-то определённых решений, будет ли глобальное потепление или нет, насколько там какие-то процессы состоятся или нет. И они вот вынуждены ответить «да» или «нет» твёрдо, может быть, кривят душой, потому что всё-таки во многом это выражается какими-то процентами, вероятность вот с того, что какое-то событие произойдёт или случится. Вот о том, действительно, какое значение имеют вот эти проценты, если они выражаются уже вот не только в процентах, но и в человеческих жизнях, в каких-то материальных ценностях. Вот об этом, наверное, мы сегодня вот с Константином Рангсом побеседуем, точнее он, наверное, расскажет, и я буду координировать. Не забывайте, вы можете задавать вопросы 6212-93-9, 6213-93-9. Ну, я, прежде всего, хочу сказать, что это замечательный совершенно анекдот про динозавра, потому что он чётко показывает, как люди относятся в массе своей к вот этим самым цифрам. Ну, действительно, 50 на 50, то ли встретишь, то ли нет. Нет, само по себе слово «то ли встретишь, то ли нет», оно как бы имеет право на существование. Только специалист скажет, вероятность встретить, ну, допустим, там 0-0-0-0 уходящих минус процентов, а вероятность не встретить, вот она 99 в периоде. Но дело всё в том, что это, ну, очень людям трудно себе представить. Очень трудно себе представить. А вот «да» или «нет» – это гораздо проще. И вот это вот упрощение «да» или «нет», чёрное-белое, кто не с нами, тот против нас, оно имеет, с одной стороны, упрощает жизнь, а с другой стороны, это очень опасная штука, потому что, по большому счёту, она приводит к конфликту. Ведь, посмотрите, я предполагаю, что, может быть, существует где-то невымерший существо, которое можно отнести к динозаврам. И вот тут очень интересный момент. Например, вот говорят, динозавры вымерли, но надо сказать, что динозавров-то было, как мы их себе представляем, великое множество видов. И некоторые из них не вымерли. Они просто стали птицами. А можете ли вы встретить птицу, выйдя из дома? То есть вот тут начинаются нюансы, как их называют иногда спекуляции. Публика хочет, и журналисты очень потакают публике, чтобы специалисты, учёные, те же самые чиновники, все говорили чётко и конкретно. А специалисты чётко и конкретно ответить не могут. Вот, например, замечательный пример с ношением медицинских масок. Вот сейчас, очень актуально. Одни говорят, что нужно носить маски. И нам говорит об этом с экранов телевизора. Официально. И вот сразу вопрос, защищает маска или нет? Ответьте, да или нет. Защищает или не защищает от вируса? Понимаете, специалист начинает говорить, да, защищает там, условно говоря, на 40% по данным японских исследователей. Понимаете? И дальше начинается разговор. А на ком маска была одета? И какого она была качества? Например, про чему я упомянул японских исследований. Дотошные японцы сделали специальную камеру, поместили две головы человека, оно, манекена, с продводом воздуха, всё рассчитали, и стали одевать на них маски. Головы оставили между собой на расстоянии в полметра. Это при том, что у нас как бы сейчас решили быть на расстоянии в два метра друг от друга, да? А тут полметра. И вот начали одевать и пробовать. И выяснилось, что медицинская маска, если она одета на человека, который боится заразиться, а напротив него разговаривает человек, который инфицирован, то она может до 40% уловить частицы. Высевали это всё, проверяли, сколько этих вирионов пролетело, проскочило, и пришли к выводу, о, так это отлично. А если на обои ходить маску, тогда же получается, что тот, кто говорит, он же ещё больше фильтрует своих вот этих капелек, и там получались очень хорошие цифры, чуть ли не до 90%. То есть, понимаете, как интересно? На вопрос, помогает или не помогает, да, вы можете заболеть, даже если на вас маска, и на том человеке маска. Но вы, ваш шанс заболеть, вот это очень важно, шанс заболеть, уменьшается в 10 раз. Это очень неплохой шанс. В русскую рулетку шанс не разнести себе голову, это один к семи или один к шести, смотря какой револьвер. А тут один к десяти. Это очень хорошо. Потом специалисты говорят ещё об одной вещи. Ведь очень важно не просто пополучить вирус, а получить определённое в определённый промежуток времени. А дальше получается, если вы отфильтровали хотя бы половину вирусов, может быть, те, которые пройдут всё-таки в ваш организм, с ними успеет справиться иммунная система, или если вы заболеете, то тяжесть заболевания будет меньше. То есть, понимаете, сразу начинается куча вопросов. Это превращается из ответа «да», «нет» в целую таблицу вариантов и сущностей. И если так этим серьёзно заниматься, а просто время ещё мало, никто не успел это сделать, получается огромная такая трёхмерная таблица вариантов. И трудно сказать, да, в каких-то условиях действительно известны случаи, когда жена болеет, а... Я прошу прощения, тут кошка ходит. Очень хочет присоединиться к беседе. Кстати, для кошек это тоже интересно, они же тоже болеют коронавирусом человеческим. Тоже есть вероятность подсчитанная. Может ли кошка заболеть? Да, может. Шансы у неё высокие? Нет, невысокие. А может она быть с переносчиком тогда сразу? Конечно, если она заболела, она может быть переносчиком. И опять начинаются проценты. Посмотрите научные статьи. Они все напичканы цифрами. Но как только вы захотите что-то это сказать в эфире или написать, вы поймёте, это любой человек поймёт, не обязательно журналист, что это передать просто широкой общественности невозможно. Люди просто не услышат этот поток цифр и захотят, и зададут, естественно, вопрос. Так вы скажите, помогают маски или не помогают? И вот факт очень простой. Маски, судя по целому ряду исследований, не одни японцы, финны те же самые занимались опытами, я хочу сказать, именно опытами. То есть они пытались прогнать воздух с капельками вируса через различные маски. Да, действительно, японцы обнаружили, что даже если взять вот этот медицинский ФТТ-2 респиратор, приклеить его лейкопластырем к лицу по периметру, то всё равно какое-то количество вирусов раскроет. Но этих вирусов слишком мало, чтобы здорового человека заразить. справиться с ним иммунная система. Слишком их мало, этих вирусов. А вот если вы стоите друг напротив друга без масок, то тогда будьте готовы получить по полной программе. Поэтому маска это, конечно же, не панацея, но маска это штука, которая уменьшает вероятность попадания опасного количества вирусов на определенном расстоянии. Хотите уменьшить вероятность заболеть? Пользуйтесь маской. У нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. По поводу масок я считаю, что они помогают. Да, многим это доставляет дискомфорт в плане того, что тяжело дышать. Но ведь не зря хирурги их одевают на операции для того, чтобы бациллы, бактерии не попали в зону операции. Совершенно верно. Вы правы? Тут я хочу еще одну вещь сказать. Мне довелось, когда я еще был геологом, общаться с коллегами японскими специалистами на Дальнем Востоке. Шел разговор. Мы видели записи, которые были совершенно не связаны с болезнями. Мы просто увидели, что работники компании японской, которая поставляла нам оборудование, ходят в медицинских масках. И поскольку была хорошая уже обстановка, мы спросили, почему они ходят в масках. Боятся заразиться? Ответ был простой. Да нет, он говорит. Мы носим маски, чтобы, не дай бог, если у тебя есть какая-то инфекция, не заразить коллегу и других людей, с которыми ты встречаешься в метро, в офисе, еще где-то. То есть подход следующий. Они думают о других. И они это было потрясающе. Сказали, а вот у вас в Европе, для них мы все там Европа, Америка тоже Европа, с их точки зрения. А у вас, он говорит, все думают только о себе. Вы думаете о том, что маска должна вас защищать. Но она вас не так защищает хорошо, как защищает других от вас. И вот это как раз та ситуация, когда мы говорим о том, что маски могут быть полезными только в том случае, если все их будут использовать. Потому что если какая-то часть людей будет намерена игнорировать ношение масок, то они будут создавать все равно потенциальную угрозу окружающим, которые, будучи ответственными людьми, эти маски надели. Кстати, в Москве, по-моему, была недавно какая-то очень страшная история, когда чуть ли не до смертоубийства дошел конфликт мужчин, один из которых требовал, чтобы в маршрутном такси другой человек все-таки надел маску. И вот комментируя этот конфликт, по-моему, на Эхо Москвы, Сванидзе сказал, что вы можете быть ковид-диссидентом, вы можете не верить в то, что маски помогают, но будьте добры, соблюдайте, если есть общее правило носить их, вы можете наплевать вам на это, но вы просто носите их, потому что вы соблюдаете некие правила и уважаете это соблюдение правил с другими людьми. Ну, в том, что и дело, в данном случае вы, опять-таки, важный момент, вы ведь не ходите так, очень мало кто, я что-то редко встречал, чтобы человек ходил в обществе и плевал бы на всех. Вот так вот. Как-то не принято, да, вот, потому что и что называется, и по репе получить можно, да, вот, и во всяком случае не будут приглашать в обществе, если это сделают в обществе. Но ведь когда человек, все дело, все в том, что мы не видим, когда мы говорим, мы тоже, собственно говоря, плюемся, и наша слюна, и извините за вульгарность сопли, точно так же вылетают. Поэтому, если мы хотим, мы хоть как-то уважаем и беспокоимся об окружающих, ну, тогда стоит надеть маску. Вопрос в другом. В лесу или на берегу моря можно маску снять, дышать полной грудью и кричать во весь голос. А вот если вы находитесь в аптеке или в поликлинике, или, допустим, где-то еще, где есть, в том числе, люди из групп риска, те же самые пожилые люди, сейчас выясняется, что и дети, вроде бы так, заметно не болеют, но для них тоже это бесследно не проходит. Вот что тоже очень важно. Про первости ведь считали, что молодые люди переносят незаметно, и все, вот так поболели, и прошло. Но ведь вы смотрите медицинскую литературу и начинает выясняться, человек болел весной, а уже к осени у него полез совершенно неприятный метаболический синдром, у него диабет развивается. то, что это заболевание может стимулировать опять в каком-то количестве процентов для развития диабета, вот, это уже об этом пишут много и часто. То есть, это опять-таки, хочу сказать, вероятность. И опять-таки, задумывайте, у нас была, помните, передача, говорили о большом браке, о страховых компаниях, которые будут следить за нашим здоровьем. Вот тоже очень интересный момент. Чем больше говорят, я заболею, переболею, все хорошо. Но дело все в том, что для страховой компании человек, который заболел, переболел, это уже опасный человек, потому что у него могут появиться хронические заболевания и страховать его жизни, здоровье уже не очень-то хорошо. Нужно подождать, что у него там на самом деле выползит. Другое дело вполне возможно. Вот это я предполагаю. Например, привитые люди будут рассматриваться страховыми компаниями как более выгодные клиенты, потому что там хоть понятно исследователи говорят о процентах, реальных процентов ошибок. Вот это очень важно. Понять процент, что современная цивилизация, она построена на цифрах. Мы смотрим друг друга, слышим друг друга цифровым потоком, но и мы оцениваем друг друга вот сейчас, в том числе искусственный интеллект нас оценивает, в банках, в медицине, опять-таки на основе вот этих цифровых данных. И мы должны понимать о том, что если мы, что называется, рискуем, то это не просто как бы абы наше уличное дело. В дальнейшем это может вылиться в конкретные деньги и финансовые потери, например, вашей собственной семьи. То есть, допустим, захотите что-то приобрести, взять кредит какой-то, и вот этот вот искусственный интеллект посчитает. Человек вел себя не аккуратно. Если вы думаете, что никто не узнает, узнают. Мы вели себя неаккуратно, манкировали распоряжениями правительства, то, сё, пято, десятое, и по большому счёту ещё болели. А болели вы потому, что не выполняли распоряжение правительства, логика тут простая будет у машины. Поэтому как вам можно дать кредит на строительство дома? Вы человек ненадёжный. Это ж прямо, я бы сказал, страшный суд какой-то, если вот проводить аналогии с библейскими ассоциациями. Ну вот, допустим, сейчас идут разговоры такие, как, допустим, тому же Китаю удалось задавить ковид. Почему китайцы такие законопослушные? Но стоит вспомнить, что несколько лет тому назад, фросичка, не бойся, этот самый, несколько лет тому назад все говорили о том, как в Китае активно внедряется вот эта система контроля и так называемого социального маркера. Человек, который соблюдает правила, там, работает, все, пятое-десятое, он получает больше социальных баллов, у него открываются возможности, допустим, для получения кредитов, для устройства на работу, получения обслуживания, в том числе медицинского. А если он все время нарушает установленные правила, а откуда это известно? А за ним система, большой брат следит, камеры следят, лицо читают, мы ходим с смартфонами, да куча всевозможных сейчас датчиков. И очень легко выяснить, кто из нас является, так скажем, благонамеренным членом общества, а кто нет. Ох, у нас дозваниваются слушатели, возбужденные, я понимаю, вот такими сентенциями. Здравствуйте, добрый, добрый день. Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, а сколько лет понадобится эгоистичной Европе, вот людям конкретно, чтобы они действительно думали не только о себе, а о других? Ведь и сегодня вот уже стараюсь никуда не ходить, не ехать. Вот транспорт, если ты делаешь замечание, вот рот закрыт, нос открыт, ответ получаешь, а я не боюсь заболеть, то есть я не боюсь заболеть. Так же в магазине и всюду, и этот наш как бы прославленный Гобзем, с которой, да, вот ему там врач, и придумали же чушь, врач там, но никто может не носить эти маски. Ну, простите, если ты там больной или что, так надо думать, пусть он может без маски, то есть подвергать остальных это самое. Вот сколько лет понадобится или вообще это для Европы это невозможно. Спасибо. Спасибо, да. Ну, вот здесь мы говорим еще от древних греков, вот такой как бы индивидуализм, который они отстаивали и в борьбе с персами, и вот передали дальше по наследству европейцам. Ну, да, но это, конечно, мы же все выросли, собственно говоря, из Гомерова, Илиады и Одессей, так по большому счету нашу культуру, да, вот, но и да, действительно, допустим, китайская цивилизация, которая без перерыва 3000 лет существует, и она отработала какие-то другие свои схемы, точно азиатская цивилизация, но дело все в том, что вот, допустим, возьмем ту же самую Японию, да, с которой мне приходилось с японцами тесто контактировать, люди современные, очень современные люди, но при этом эти современные люди одновременно, они, они, могут себя вести довольно наплевательски по отношению к окружающим в определенных вещах, но, например, Маска, вот эта вещь, которая, как говорят по-английски must have, вот должен ее одевать. Это уже сформировалось, это пропагандируется, и это как бы свидетельство вашего уважения к окружающим, тем более, что стоит она, если не спекулировать масками, очень немного, тем более по японским меркам, поэтому вопрос очень важный, ведь действительно, человек не боится болеть, или я переболел, и вообще мне все пофигу, что открыло эта система? Эта система обнаружила пофигистское отношение наплевательское к людям, уязвимым, к людям, страдающим хроническими заболеваниями, к пожилым людям. Я слышал, и это меня просто взбесило, когда я услышал, как молодая одна, извините, дура сказала, что а ей плевать, пусть старики все передохнут. Вот, но это, знаете, она сказала вслух то, что думают, к сожалению, очень многие из тех, кто молод и здоров. Пока, конечно, они сами не заболеют, потому что известная вещь, что и молодые люди могут улететь на тот свет с цитокиновым штормом. Они так сильно беспокоились о своем иммунитете, что их потом этот иммунитет и убивают. Вот в том, почему такой страх вызывает этот ковид, там непонятен механизм отбора, что ударит. И, кстати, это очень все объединяет историю ковида с историей с глобальным потеплением. Тут же тоже есть люди, которые верят, соблюдают и двигаются в каком-то установленном мейнстриме и существует скептик, который считает, что ни черта делать не надо, все это и сами доказать они ничего не могут, поскольку цифрами не владеют. Но энергия у них выше крыши. У нас просто сейчас примем звонок, потом вернемся к продолжению. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, вот это у нас, я считаю, всегда и в первой, когда была волна коронавируса, что нужно носить маску, что она действительно защищает, пусть не 100%, также и другую сторону. Но я всегда слушал, когда была первая волна, ведущие это Анна и Вадим были. Они очень пропагандировали, приглашали каких-то вирусологов и вели, что типа не защищает этой маски. Вот это все начинается с этой пропаганды. И вывод можно сделать один, потому что в стране не было этих масок, и на радиобалком вот этим ведущим вылазь такая пропаганда, то есть защищающих государственную безлаборную политику, что они не могли обеспечить масками. Вот тут надо эту сторону тоже смотреть. Но мне кажется, что с масками тут вообще очень сложная история, потому что они есть нескольких видов и применяются опять-таки есть маски для медицинских учреждений самые защищенные, самые дорогие, есть более простые, то есть тут тоже нельзя мне кажется мерить вот одним да или нет, защищает или нет. Опять же хочется что сказать, ведь допустим ясное дело, что есть еще одни ворота инфекции это глаза. И китайские ученые обратили внимание, что те, кто носит очки, особенно очки большие, которые полностью закрывают глазницы, вот они болеют реже, чем те, кто ходит без очков. То есть собственно говоря, кстати, если посмотреть в интернете, то можно поискать и вы увидите особые такие большие очки, очки полумаски на лицо, которые должны закрыть. Они кстати сделаны из пластика, который не запотевает. то есть это облегчает ситуацию. Я хочу сказать, что вот у меня мой один знакомый из Соединенных Штатов, который работает в госпитале, показал фотографию, его работают в специальных шлемах для ныряния, шноркелинга. Ну это когда с трубкой, там трубка как бы встроена в саму маску, маска закрывает такой полусферой все лицо. Там клапан, легко дышать, выдыхать. Они заменяют эту трубку, которая возвышается над головой, на такой картридж с фильтрами. Профессиональный, хватает на весь день. маску естественно после смены можно опрыскать спиртом, прополоскать водой и повесить сушиться. Что интересно, видно все лицо человека, его прекрасно слышно, ему легко дышать, потому что он вдыхает воздух, а уже выдыхаемый воздух уходит снизу через специальный клапан. Вот они ходят в таких масках. Современные технологии, это делают их из силикона, но стекло тоже как бы не слишком большая проблема. Я хочу сказать, что здесь очень важный момент, что если нам действительно нужно привыкать к новой жизни, тогда с одной стороны нужно как бы дать интенцию инженерному сообществу, давайте будем думать, какие мы можем сделать маски. В масках, которые натянуты на лицо, дышать тяжело, плохо. у них потеет кожа, там все. Давайте будем придумывать, может быть, будем носить. Кстати, надо сказать, что есть весьма дизайнерские решения, очень симпатичные. Такая эластичная штуковина закрывает всю голову. Для больниц там еще подключается шланг с моторчиком, с фильтром, который дает наддув чистого воздуха. Тогда вообще хорошо человеку легко дышать внутри такой системы. Да, это непривычно. Но я хочу напомнить, что всего лишь сто лет тому назад женщины не носили бюстгальтеров. Простите за такую деликатность. И мужчины не носили плавки. Вот как-то так за сто лет жизнь поменялась. Поэтому вполне возможно, что нужно прийти к идее о том, что должны быть какие-то ну не маски вот эти одноразовые, а какие-то симпатичные такие головные шлемы. Но об этом же нужно говорить. Вот что очень важно. Я понимаю, что нужно выделить на это ну то есть дать условно говоря общество должно дать задание на разработку этих масок и в этом должен появиться механизм должен заработать. Объявите это же извините не ракету построить. Это объявите конкурс на лучший вариант. Ну да, какие-то даже не самые большие деньги, но по сути это же будет очень интересной для общества и с другой стороны может появиться действительно классная идея. Вот как-то смеялись фотографии из Китая, где человек пятилитровую вот эту самую канистру обрезал в Китае и на голову одел и снизу так мотал шарфом а сбоку он каким-то образом приспособил фильтр вот от этих профессиональных не было у него возможности купить. Вроде смешно, но с другой стороны если такое что-то по анатомии человека начать лить, штамповать, то эта вещь будет явно недорогая. И вот для кого-то это будет решением проблемы. Выходишь на улицу, одел на себя такое чудо и иди пожалуйста гуляй. Вот и тот, кто смотрит нашу трансляцию, я могу показать. Вот мне удалось купить такая вот силиконовая маска. Я пишу ее словами. Эта маска такая вот как вот на лицо очень напоминающая маску вот которые кислородные бывают. здесь два таких вставляется фильтра, их можно бы легко вытащить и она одевается на лицо человека. Правда голос становится такой специфический как у Дарта Вейдера. Но у нее достоинство что ее можно помыть и использовать очень много раз. 50 раз точно. Это замечательно потому что мы все знаем что обязывают ведь после использования маски выбрасывать хотя ужасно обидно и жалко там практически если каждая маска стоит почти 1 евро хорошая маска то получается что такая маска может окупить себя уже за 2 месяца за 2-3 точно. ну вот это я интернет покупал она стоила 15 евро ну тогда за 2 недели практически да ну да 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 но я хочу сказать что ее сделали из силикона ясное дело это никакие невысокие технологии но вот ее можно объединить с очками специальными которые одевают все объединил с очками тут даже специальный есть уступчик на маске чтобы вот эти очки фиксировать и все и ходи себе и я говорю вот этот полный шлем который полностью закрывает лицо это вот как говорят врачи это решение вопроса потому что в таком случае человек спокойно может говорить а ведь между прочим технологически есть такие специальные клапаны чтобы можно было вставить соску и попить например водички не снимая этой маски то есть технических то решений уже полно но для этого должен кто-то называется власть обладающий взять и сказать о том что давайте мы вот подумаем над таким вопросом не всем годятся эти маски вот не всем этим пацанья годятся это покой в масках ходить нам придется потому что действительно если мы отсоединимся своим дыханием друг от друга ну не будет возможности для этого вируса особо перемещаться потому что выяснилось что через поверхность он перемещается передается гораздо хуже чем вот воздушно-капельным путем нужно что-то решать но для этого нужно что-то проговорить то есть нужно общаться с обществом не просто предлагая ему запреты и ограничения а предлагая варианты вот представьте себе сидят люди с такими масками типа как вот у этих самых уныряющих и в маску можно вставить трубочку от коктейля смешно но они могут сидеть в кафе пить свой коктейль общаться и при этом не обмениваться вот этими своими летучими вариантами можно посмеяться но дело все в том что в каждой шутке есть дозе шутки что возможно это вариант это решение вопроса кстати надо заметить что первыми такие маски придумали где-то начали говорить об этом еще лет 10 назад я видел люди которые страдают сильнейшими аллергиями на пыльцу вот сейчас эти из чемоданов разработки достают но тогда было слишком мало аллергиков чтобы окупить производство на таких вот вещей а сейчас извините меня людей нуждают и вот сейчас это можно начать производить несколько миллиардов можно сказать я думаю что каждому их менять можно посмотрите себе например строгого черно-белого цвета такая штука на голове как шляпа например или наоборот веселые летние по последнему слову моды отвертач а это и все на рано еще от кого-нибудь понимаете развернуться можно куда да но дело все в том что для того чтобы все это было и вот вам толчок пошло но для этого же нужно проговаривать вариант а не сидеть вот так знаете когда у нас получается вот мы всех ограничиваем вот ну это ну это что называется беспонтовок фантазия вот а тут нужна фантазия потому что это действительно с этим столкнулись и как говорят специалисты а ведь еще могут вылезти вирусы похлеще то есть к этому мы должны быть готовы потому что приходит и нам надо меняться мы должны привыкать к тому что жизнь меняется ну что ж оставляем оставляем место в гардеробе для масок от Versace и Сен-Лорана а с нами на прямой связи был Константин Ранг журналист ученый журналист пишущий о науке спасибо большое это была программа климат-контроль и до встречи в следующую пятницу всего доброго